МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Будут ли учебники у школьников? И кто за них заплатит? Как Муравленко готовится к учебному году? Быть ли материнскому капиталу? Правда ли, что деньги за рождение детей перестанут платить? И все на выставку. В городском музее работает передвижная выставка из Пуровского района. Представитель Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации Дмитрий Ананьев досрочно покинул свой пост, сообщает их о Москве. Своё решение сенатор объяснил личными мотивами. Он отметил, что работал в Совфеде почти два срока и считает, что нужно сменить сферу деятельности. Дмитрий Ананьев возглавлял Комитет по финансовым рынкам и денежному обращению, а в 2012 году занял должность замглавы Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Срок его полномочий истекал в 2015 году. Некоторые эксперты считают, что его уход связан с принятием закона, запрещающего совмещение работы в парламенте с предпринимательской деятельностью. Ананьев вместе со своим братом владеет промсвязь банком. В июне текущего года Дмитрий Медведев заявил о необходимости оптимизации бюджета с целью сохранения макроэкономической стабильности. Во исполнении решения вышестоящего руководства Министерство финансов подготовило 13 предложений по оптимизации расходов и доходов бюджета. В первую очередь Министерство финансов посчитало необоснованно высокими расходами на пенсии. К 2020 году предлагается сэкономить бюджет пенсионного фонда на 781 миллиард рублей путем отказа от двухразовой системы индексации пенсий. Помимо стариков основными пожирателями бюджета Минфин посчитал матерей. В связи с этим планируется к 2016 году отказаться от материнского капитала за второго и последующих детей, сэкономив 330 миллиардов рублей. Вместо материнского капитала планируется некая адресная помощь семьям с низкими доходами. С этого года школы обязаны выдавать всем детям учебники бесплатно. Это требование нового федерального закона об образовании. Готовы ли муравленковские школы его исполнить или все-таки родителям придется тратить деньги, узнавал Эрнест Бавшин. В начале августа в режиме видеоконференции состоялось окружное совещание Департамента образования, на котором прозвучала информация об обеспеченности учебниками всех ямальских школ. В полном объеме книги в школьной библиотеке поступили только в Губкинском. Муравленко представил цифру в 90% и находится на третьем месте после Тазовского района. Оставшиеся 10% школьных учебников сейчас находятся в пути и прибудут в город до 1 сентября. 10% это до поступления, до 1 сентября и некоторые рабочие тетради, поскольку мы сейчас вернули часть учебников, то есть это вот опять же та проблема, о которой никто не знает. Когда поступают учебники, мы проверяем спецификацию, а оно не совсем соответствует тому, что мы заявляли. И нам приходится эти учебники снова отправлять, выставлять претензии и снова заставлять человека, который является в этом плане подрядчиком. Нам менять это все. Это опять время, это опять проблема, но мы эту работу делаем. В любом случае, уверяют в управлении образования, 1 сентября все ученики получат необходимый набор учебников и родителям не придется бегать по книжным магазинам в поисках той или иной литературы. Я еще раз хочу обратиться к родителям, что если не будет выдано учебники в школе, я прошу обращаться сразу ко мне. Не может быть такого. Учебники закуплены в полном объеме, на большую сумму. И если где-то какой-то сбой, значит, его надо решать просто в индивидуальном порядке. Здесь стоит оговориться. Каждый учащийся получит учебники, внесенные в список и утвержденные приказом Министерства образования. Но учитель может предложить родителям докупить дополнительные материалы, скажем, художественные произведения или хрестоматии. И в этом случае закон не нарушается. Также стоит учитывать и учебную программу, по которой обучается каждый конкретный школьник. На сегодняшний день в Муравленковских школах практикуются четыре таких программы. И у каждого может быть свой набор как рабочих тетрадей, так и учебников. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. В управлении образования принимают документы на предоставление окружной целевой образовательной субсидии на 2013 учебный год. Напомню, окружная образовательная субсидия в соответствии с постановлением правительства округа, предоставляется студентам первых, вторых, третьих и шестых курсов, а также обучающимся по программе магистратуры. Размер субсидий зависит от успеваемости студента и исчисляется в процентах. Однако, по окончании учебного заведения молодой специалист должен отработать на территории Ямала три года. Это обязательно условие предоставления выплаты. Ранее могли мы освободить студентов от отработки на территории автономного округа при условии, если выпускник ушел на военную службу или выпускница ушла в отпуск по беременности родом. Сейчас, после армии, должен отработать на территории Ямала-Альмитского автономного округа. Ослушателям подготовительных отделений государственных вузов, которые обучаются за счет средств федерального бюджета. С 1 сентября 2013 года полагается стипендия в 2000 рублей. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев, сообщает Пресс-служба правительства. Право на получение стипендий имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды первой и второй групп, дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей и другие льготные категории граждан. Порядок выплаты стипендий устанавливает Миноборнауки России. Городские муниципальные организации и учреждения принимают заявки на бесплатное обучение по международной программе электронных гражданин. Обучение проводит Институт информационных технологий IT совместно с Департаментом информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа. В процессе обучения слушатели научатся использовать базовые офисные приложения, работать в сети интернет, осуществлять поиск информации, работать с сайтами и порталами федеральных и региональных органов власти. Им также расскажут, как приобретать товары и услуги через интернет, бронировать гостиницы и билеты, защищать компьютер при помощи антивирусных программ. По окончании обучения слушатели получат международный сертификат паспорт электронного гражданина. Ведется прием заявок на бесплатное обучение по международной программе электронный гражданин. Заявки могут подать граждане пенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, граждане, находящиеся под риском увольнения, безработные, частично занятые граждане, коренные и малочисленные народы севера и другие льготные категории. Дорогие мои старики, фотоконкурс, который объявили на Ямале в рамках предстоящего празднования Дня пожилого человека продолжается. В нем могут принять участие все желающие старше 7 лет. Форма проведения конкурса заочная на основе предоставленных авторских фотоматериалов. Заявиться можно в нескольких номинациях «Нам года не беда», «Мои любимые бабушка и дедушка», «Любви все возрасты покорны», «Наша дружная семья». Конкурс организован региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ямало-Ненецкому автономному округу при поддержке пенсионного фонда Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Денежные призы. Первое место 2000 рублей, второе 1500 рублей и третье 1000 рублей. По итогам конкурса участники будут награждены призами и дипломами. В свадебной традиции в городском околого-краеведческом музее работает передвижная выставка из Пуровского районного историко-краеведческого музея. С традициями разных времен и народов сегодня знакомилась Татьяна Сорокина. Праздничная ненецкая ягушка, свадебные наряды невест разных времен и народов, огромный старинный сундук, которым пользовались хозяйки почти сотню лет назад. В передвижной экспозиции из Пуровского историко-краеведческого музея представлены костюмы и предметы быта. Во все времена у всех народов мира свадьба и обряды, связанные с ней, считались одними из самых важных событий в жизни. Например, в Старой Руси перед свадьбой будущая свекровь изготавливала для молодых оберег неразлучники, который украшал видное место. Когда в семье появлялись дети, между куклами повязывали красную нить. Простенькое платье времен сороковых, в котором выходили наверняка вызовут восхищение поклонниц стиля бохо. На выставке свадебные традиции представлены различные предметы, которые относятся к различным временным отрезкам. К примеру, если брать нашу русскую традицию свадебную, то у нас здесь в зале поделено на три временных отрезка. Это начало 19 века, 40-е и 70-е годы. Наибольший интерес, говорят работники музея, выставку вызывает у школьников. Воспитанники летних лагерей часто посещают экспозицию. Их любимый экспонат – старый утюг, который дети пробуют на вес. В соседнем зале располагается вторая экспозиция «За здоровый образ жизни». На фотографиях фрагменты жизни муравленковцев, а также спортивные кубки, переданные музею в дар от представителей спортивной элиты города. Сама выставка содержит около 70 фото, часть которых сейчас также путешествует по музеям округа. В начале осени новые экспозиции, посвященные дню рождения города. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Это была завершающая информация о выпуске «Прогноз погоды на завтра через несколько секунд». А я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 1 августа в Салехарде плюс 13, ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. В Ноябрьске 11 градусов тепла, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко 21 августа плюс 11, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.